Главным международным скандалом стало новое обострение ситуации в Косово. Причем ни европейские, ни тем более американские средства массовой информации этого обострения предпочитают как-то не замечать, повторяя, что в Косово все хорошо и никаких проблем уже давно нет. Однако на этой неделе международные силы под командованием НАТО были экстренно переброшены в помощь албанским боевикам-сепаратистам с целью перекрыть границы самопровозглашенного Косово и Сербии. При этом протесты, живущих в крае Косово сербов, довольно многочисленных, пытавшихся забрикадировать посты, закончились расстрелом мирной демонстрации. Причем стреляли как раз солдаты международных сил, обязанные по резолюции ООН соблюдать полный нейтралитет. Из очага европейского лицемерия. Репортаж Евгения Баранова. Для того, чтобы попасть в населенное сербами Северное Косово из Центральной Сербии, теперь надо ехать в объезд. По горным тропам, минуя линии фронта никем не объявленной дорожной войны, которая ведется здесь все последние три месяца. Еще в июле попытка албанских властей самопровозглашенного Косово при поддержке натовских военных поставить свою таможню на двух контрольных пунктах Бырник и Ярине, на административной границе Сербии, привела к серьезным столкновениям с сербами и жертвам. 16 сентября натовские вертолеты над головами протестующих сербов доставили таки на границу представителей албанских пограничных служб. Власти в Приштине торжествовали с этого момента, как им казалось, под их контроль, пусть пока символический, перешла вся территория Косово вместе с его непокорной сербской частью. Однако торжество было явно преждевременным. Сербы немедленно ответили тем, что наглухо перекрыли баррикадами все дороги, ведущие к захваченным пропускным пунктам. Отныне все сообщение Сербии осуществляется по альтернативным дорогам, еще недавно тропам контрабандистов. Через лес, по горным вершинам, контролируемым постами сербских добровольцев, нескончаемым потоком двигаются легковушки, грузовики и пассажирские автобусы. Более того, количество таких дорог множится с каждым днем, их расширяют и укрепляют, что вызывает беспомощную ярость в Приштине. Мы будем продолжать блокировать дороги. И пусть они на границе проверяют документы сами у себя. Мимо их поста не пройдет ни одна машина. Это будет самая дорогая и бессмысленная операция из тех, что я знаю. Ведь они вынуждены все туда доставлять по воздуху. От еды до туалетной бумаги. Да, у нас здесь выросли цены на все товары, но мы выдержим, свобода дороже. Доктор Якшич, один из лидеров сербского сопротивления Северного Косово. Сюда, в больницу города Косовская Митровица, где он заведует ортопедическим отделением, доставляли сербов, раненых американскими солдатами во время последних столкновений на заблокированном посту Ярине в минувший вторник. Мы уже побежали, когда я почувствовал ужасную боль в ноге. Увидел, что нога буквально отломана. Я упал, меня подхватили и понесли. В этот момент я получил вторую пулю. В тот же момент ранили и того парня, который тащил меня на себе. Сразу после того, как стрельба на блокпосту стихла, командование войсками НАТО в Косово заявило, что всё, что случилось, было ответом на сербскую провокацию. Что кроме семи сербов, получивших ранения резиновыми пулями, от взрыва самодельной бомбы, брошенной из толпы, пострадали четыре их солдата. Однако никаких доказательств этого так и не было предоставлено. Зато, несмотря на все попытки скрыть улики, сербам есть что предъявить американским военным, если расследование расстрела безоружных людей будет когда-нибудь проведено. Характер огнестрельных ранений всех наших семерых пациентов свидетельствует о том, что все ранения получены ими в момент бегства. Входные отверстия от пули всех раненых сзади, со стороны спины. У этого пуля вошла сзади в ногу. Так там и осталось. На этих любительских съемках видно, что люди в панике бегут, а стрельба продолжается. На рентгеновских снимках ранений заметно пули от боевого патрона натовского калибра 5,65. Тоже видно на фотографиях, сделанных во время хирургической операции. А вот автомобиль скорой помощи, в который стреляли, когда врачи пытались вывозить раненых. Металлстойкий с водительской стороны прошит пулей на вылет. Мы как раз забирали второго раненого, когда я услышал, что что-то как будто лопнуло. И только потом, когда приехавшие полицейские, которые нашли пулю, сказали, что она от натовского снайперского оружия, я осознал, что они стреляли по моей скорой. Похоже, что инициативу в решении проблемы Косовы решили присвоить себе именно американцы. И они не намерены ни церемониться, ни оглядываться на последствия вызвания их действия. Судя по тому, как они себя ведут, у них есть четкий план, и сроки его реализации уже поджимают. Стоило уехать представителям УНМИКа и представителям администрации ООН, которые приехали сюда на переход Ярине из Приштина для того, чтобы провести переговоры с представителями КФОР, они только что уехали. Отсюда и началась неожиданная акция американских войск. Сейчас то, что будет происходить, пока непонятно. Потому что со всех сторон подтягиваются БТРы. Со стороны сербской баррикады движутся американские солдаты КФОР в полной боевой выкладке. В минувшую пятницу, спустя всего два дня после расстрела людей на КПП Ярине, и американцы здесь же проводят операцию по сносу сербских баррикад на подъезде к Косовской границе. Это мой кард! Мы были единственными, кто видел последние минуты баррикады, вокруг которой все последнее время бушевали такие страсти. По счастью, кроме нас, в момент начала операции вокруг никого не было. Действия американских военных свидетельствовали о том, что окажись на нашем месте толпа сербов и кровавые события вторника могли бы повториться. Стянутая тяжелая техника, вооруженные до зубов солдаты, стрелки по обе стороны дороги и все это против одной съемочной группы и единственного серба, до последнего момента пытавшегося забрать свой флаг с обреченной баррикадой. Мы ведь предупреждали, что может дойти до такого развития ситуации. Те, кто не обращал внимания на наши предупреждения, а это в первую очередь НАТО, несут всю полноту ответственности за то, что происходит сегодня в Косово. Несмотря на заверения сербских властей и попытки урегулировать разгорающийся конфликт дипломатическими усилиями, ситуация, похоже, будет лишь ухудшаться. Минувший месяц наглядно показал косовским сербам, что они могут рассчитывать только на себя. И, судя по всему, они к этому готовы. Избранный ими способ сопротивления оказался очень действенным. Спустя два часа после того, как американцы справились с одной их баррикадой, в двухстах метрах от нее была воздвигнута новая. А к вечеру субботы КПП Ярине, который власти в Приштине поспешили объявить открытым и свободным для проезда, был наглухо запечатан баррикадами из другой, недоступной для миротворцев сербской стороны границы. С другой стороны, судя по действиям так называемых миротворцев, они тоже не намерены отступать. Формально контроль над границей ими уже установлен. Вопрос в том, какие способы они изберут теперь для того, чтобы сделать этот контроль реальным. Евгений Баранов, Игорь Крецков, Егор Ншимпрага. Воскресное время.